Здравствуйте! Сегодня я хотела бы рассказать вам о нашем первом сеансе, проведенном с Давидом. У моего сына, ему будет скоро 4 года, нам ставят расстройство аутичного спектра. Он не говорит пока что, речь такую осмысленную не использует. Ходит на носочках, очень много стереотипных движений у нас. И, скорее всего, даже то, что он делает, это он делает благодаря зрительной своей памяти, потому что мы его по несколько раз все проговариваем, говорим. Какие-то вещи мы его смогли научить, но что-то он, конечно, до сих пор не понимает или не хочет понимать. Мы знать этого не можем. На горшок не просится. Я могу только по нему понять, если он хочет по маленькому, по большому, но сам он не просится, не засыпается. И что-то он может попросить, он как бы общается с нами по-своему. Не совсем он закрытый, но, конечно же, не так, как должны детские в его возрасте. Он, конечно, отстает от детей, но умственного отставания, тем не менее, нам не ставит пока что. И я узнала о центре Давида из таких же видеороликов мам, которые рассказывали о том, что их дети вылечились, о том, что их детям стало заметно легче. И я решила попробовать, потому что любой, я думаю, родитель захочет использовать возможность предложенную такую. Вот, договорилась, созвонилась с Давидом. Мы поговорили с ним. Он спросил, попросил написать, отправить ему видео. И вот, наконец, у нас состоялся один сеанс со мной, правда, пока. Но через буквально два дня я начала замечать в своем ребенке, по крайней мере, мне, видимый и домочадцам, изменения. То есть для других, да, возможно, это что-то не из ряда, вон выходящее, но для меня это очень заметно было. Во-первых, он стал более внимательно смотреть в лицо. Он уже прям вот с осмысленным, он смотрел в глаза, но не так, как в этот, в эти разы после сеанса. Я могла строить его мордочки, он улыбался, смеялся, он понимал, что я с ним играю. Также он стал сопровождать свои действия каким-то лепетом. Он по-своему что-то говорит там. И вот он стал сопровождать движение уже с лепетом, с интонацией, показывать, что он хочет, допустим. Потом заметила я такую вещь, я одела на него новую кофточку. Он подбежал, подошел посмотреться в зеркало, в капюшончике сначала, потом капюшончик снял. То есть он очень заинтересовался. Он и раньше интересовался вещами, но к зеркалу он никогда не подходил. Вот так, прям с осмыслением. Мы даже все, несколько раз потом я проверяла, он точно так же идет и смотрит. Вот. Стал внимательнее в саду педагог, отметил, что он стал внимательно сидеть на занятиях. Уже он и высиживал лучше. Он сидит на занятиях, но ему все равно не нравится. Это он стал сидеть намного лучше, смотреть и за детьми больше наблюдать. Он стал улыбаться, когда они играют в какую-то веселую игру, смотреть за ними. Стал еще больше к ним подходить, пытаться какой-то телесный контакт установить, обнять там или потрогать ребенка. Стало этого больше, чем было раньше. Я очень надеюсь, что мы продолжим нашу работу с Давидом. Он очень отзывчивый человек, мы разговаривали с ним, очень позитивный. Он не считает, что эти дети безнадежные, как многие об этом говорят. Внушает какую-то надежду на будущее. И мы очень благодарны ему, потому что мамы, у которых детки с такими диагнозами, они поймут. Это очень тяжело, и ты не знаешь, что ждет твоего ребенка в будущем. А тут ты можешь хоть за какую-то возможность зацепиться и попробовать помочь своему ребенку. И благодаря таким людям мы надеемся, что это получится. Я видела видео мальчиков, мальчика Виктора, который совсем прям очень отличается. Спасибо его маме за то, что она сняла это видео, где наглядно показано, какой был ребенок, а какой стал. Я очень надеюсь, что мой малыш тоже заговорит, сможет пойти в нормальную школу, будет учиться и будет радовать нас.